Это странно. Почему маленький ребенок счастлив? Он же маленький, он же глупый. Он же ничего о жизни не понимает. У него никакого жизненного опыта нет. Откуда у него счастье? Он же только пришел в этот мир. Он же ничего не знает. Наоборот, должно бы казаться, что человек чем взрослее, тем он прообретает знания, прообретает мудрость, прообретает жизненный опыт, и он становится счастливым. Но происходит так, что маленький ребенок как часто смеется, как часто радуется. Вы помните себя маленькими детьми? И помните себя, представляете себе, что маленький ребенок, ему там 5 лет, и он думает, а как это хорошо было, когда мне было 3 года. Он думал о прошлом. Или ему 7 лет, и говорит, ну какая жизнь сейчас плохая, потому что мне в школу надо ходить, как хорошо было год назад. Он говорит, может так? Да в школу пошло. В школу пошло. В школу пошло. В семье ты же можешь. У меня так было. Уже есть опыт. Не больше. Но очень часто есть так, что дети потом становятся подростками. Даже подросток не думает о прошлом, о будущем. Иногда это проблема. Родители ему рассказывают, там, ребенку, подростку, ну ты должен учиться. Ты задумайся о своем будущем, это твое будущее. А для подростка понятие это твое будущее, это абстрактное понятие. Он не понимает, что такое мое будущее. А потом он становится уже совершеннолетним, и он начинает думать о будущем, все больше, как устроить свою жизнь, как все, и счастья становится меньше. А потом все больше о будущем, о будущем, о будущем. А потом в какой-то период жизни, в 40 лет, непонятно, в 50 лет, начинает человек все думать больше и больше о прошлом. Это естественно, потому что жизни в будущем становится меньше. Прошлое накопилось больше. И это опять отнимает счастье. А как это было раньше хорошо, а как я раньше жил хорошо, а какие люди были замечательные раньше, какое общество сейчас непонятно, куда этот мир катится. И я думаю, так всегда есть. Люди, которые сейчас удивляются, как сейчас мир поменялся, там, 50 лет назад точно так же удивлялись, 100 лет точно так же. Это отнимает счастье. Потому что мы упускаем то, что у нас есть на самом деле. И живем, сосредотачиваемся на выдуманном, на прошлом. Прошлого ведь нет. И то, что у нас есть о прошлом, это всего лишь память. Будущего нет. И каким оно будет, неизвестно, будет ли оно, не будет. Каким оно будет. Поэтому, когда мы развиваем внимательность к своему уме, мы хотим развивать внимательность к настоящему, присутствовать все время, наблюдать, что я сейчас переживаю, какие мои мысли. Практика випассаны, к примеру, очень популярное слово, очень популярна практика. Есть ретриты випассаны. Слово випассана буквально означает видеть вещи такими, какими они есть. Практика випассаны направлена на то, чтобы наблюдать за собой и увидеть, какими мы являемся. Первый этап практики заключается в том, чтобы просто на чисто бытовом уровне отличить, увидеть, что полезно, что бесполезно, что умелое, что неумелое, что нам помогает в жизни, что разрушает нам счастье. И мы можем наблюдать за своим телом. В повседневной жизни можно, к примеру, практиковать так, что не нужно даже садиться медикировать. Если вы что-то делаете, простые домашние какие-то ежедневные действия, чистите зубы, завтракаете и посмотрите, насколько счастья прибавляется, насколько радости, насколько понимания, когда мы кушаем завтрак и мы осознаем, что мы кушаем. Когда мы не кушаем и не думаем о том, куда бежать дальше, как вопросы решать. А мы сначала можем посмотреть на еду, как она выглядит. Можем посмотреть, какой запах имеет еда. Можем посмотреть, как мы кушаем, какой вкус имеет еда. Наблюдать за своим телом, как оно реагирует. Мы будем знать, сколько кушать, чтобы чувствовать себя хорошо, чтобы не быть сонливым, чтобы было достаточно энергии. Когда другая какая-то активность, вы чистите зубы каждый день, утром, днем, вечером, только один раз, только два, три раза, пять минут, три минуты. Это время медитации. Внешне может ничем не отличаться, но ведь можно очистить зубы и в это время с кем-то посудиться. Запросто выяснить с кем-то отношения. Рука сама чистит зубы, а можно осознавать настоящий момент. Вы куда-то идете. Много активности мы делаем механически, потому что они требуют у нас вовлеченности. И в это время мы можем развивать внимательность и осознанность, что с нами происходит. к своему телу вначале. Какое позицию мы, как мы сидим, как мы стоя, сидя, лёжа, когда мы ходим. Четыре положения тела есть. И мы можем осознавать своё тело, можем осознавать свои эмоции. Сейчас я спокоен, сейчас чувствую какую-то зревность, сейчас есть какой-то страх, сейчас есть какая-то злость. И это очень полезная практика, потому что, когда мы будем постоянно осознаны, мы сможем увидеть появление этих качеств в самом начале. Когда они только что зарождаются. Когда появляется неумелое качество. Злость. Я куда-то посмотрел, и мне это не понравилось. И когда я увижу в самом начале, оно очень слабое, оно ещё не овладело мной, я смогу отпустить. Я смогу не вовлечься в это. Как часто есть так, что нам что-то не понравилось. Кто-то нам что-то сказал, мы ответили. Он нам опять сказал, мы ответили. Он нам сказал, мы ответили. И потом, через 15 минут, 30 минут, мы осознаём, мы уже поругались. Мы уже так ссоримся, и мы начинаем думать, а с чего вообще всё началось. Знаете такое? Потому что то, с чего началось, это было таким слабым, таким незначительным, что это ерунда, чтобы 15 минут ссориться. Мы уже перешли на другое, на третье, на пятое, но мы этого не видели. Автоматически. Мы были захвачены этой эмоцией. В повседневной жизни очень хорошо развивать внимательность к своим умам, к своим мыслям. Какие у нас мысли? Добрые. Приносят другим счастье, благополучие, радость. Или они развивают привязанность, развивают эгоизм, развивают жажду. Практика випассаны может быть формальной, может быть неформальной. Я бы хотел каждого из вас поощрять именно к неформальной практике. Потому что сейчас очень часто есть так, что многие интересуются буддизмом, многие интересуются медитацией. Это модно. Модно. Восток модный. Буддизм, медитация. Люди, которые ездят в восточные страны, в Таиланд приезжают, на ретрит приходят. Ну, это же круто. Я был потом рассказать, можно. Я был в Таиланде, был на ретрите. Я такую школу прошел. Вот будет о чем рассказывать. И многие из-за этого воспринимают медитацию очень искусственно. им кажется, что, чтобы медитировать, нужно сидеть на полу за скрещенными ногами. Нужно сидеть в специальной позе. Изначально им кажется, это волшебство. Вообще сидеть надо в какой-то такой позе, в которой человек обычно нормальный, человек не сядет никогда. Вот это круто. Вначале, когда я уже сяду в такую позу, это уже просто тело сядет, это уже понтик. Не важно, что там с умом творится, что там есть. Есть какой-то прогресс. Просто само тело сяду уже, это уже. Потом надо где медитировать? На кухне. Ну, на кухне какая медитация получится в комнате? Надо в специальное место пойти. Людям нравится ездить в место силы. И представляю себе того, кто медитирует как какой-то йогин, когда сидит где-нибудь в пещере, в Тибете, им очень часто кажется, ну, где тут в моем городе, в моей квартире медитировать? Это искусственно. И как результат потом они говорят, у меня нет времени для практики. Я хочу, очень хочу практиковать, но жизнь, она так поглощает, что мне невозможно медитировать. Нет времени сидеть часами и не медитировать. На самом деле медитация может быть, сидя на полу, когда мы сидим и наблюдаем очень глубоко, но медитировать можно, занимаясь своими повседневными делами, когда мы не вовлекаемся, когда мы осознаем. Это очень практичный подход. Не инстинктовно, не автоматически вовлекаться, не поступать по привычке, а развивать осознанность каждому действию, каждому слову, каждой эмоции, каждой мысли. Это умело и неумело. Это полезно или не полезно. Практиковать в повседневной жизни. умело. И очень хорошо развивать еще одно качество – умение отпускать. Когда мы наблюдаем за собой, мы хотим развивать такой ум, свободный от своих идей. ум, который наблюдает. Особенно в дзен-буддизме есть такой пример дзен-буддизма пустой кружки, пустого сосуда. Если кружка полна, то невозможно наполнить ее чем-то. Она уже наполнена. С нашим умом то же самое. очень часто наши умы наполнены, переполнены. Я не знаю, у вас здесь говорят, мы на русском языке общаемся, и, наверное, говорят, в России все говорят, так хочется. Ум столько наполнен мыслями, идеями, взглядами, что хочется все по полочкам разложить. Есть такое? Хочется все по полочкам. Буддийская практика – это не разложить все по полочкам. Потому что это будет, да, все красиво, но места все равно не будет. А как часто есть в повседневной жизни? Умение отпускать опять в повседневной жизни мы развиваем тенденцию не отпускать, а накапливать. Все накапливать. Вначале материально накапливаем. Сколько у нас вещей? Как это часто бывает? Люди дома делают уборку. Делают какую-то генеральную уборку. Раз в году весной или перед праздником каким-то. И делают уборку. Шкаф открыли, там за шкафа все выбралось. Там смотрят это что такое? Это платье. Я даже забыл, что это платье у меня. когда я его носила. Ну 15 лет не было и я его носила. Это штаны такие модные в Советском Союзе появились первые джинсы. Я там подростком их одевал сейчас. Они уже три размера меньше. И что сделает человек с таким платьем? С такой старой вещью? Вы глухи? Нет, конечно. Не важно, что я этого никогда уже не оден. Но пригодится. Сколько вещей пригодится. По полочкам отложить, отложить. Потом уже в этом шкафу мест нет. И отложить где-нибудь на верхнюю полку, где-нибудь подальше. А потом уже в квартире нет места. И собрал в эту коробку. И куда? Куда увезти? В загородный дом. На дачу повезет. А там пускай лежит. А там все по полочкам. И это материально. И та же сама тенденция с умственной. Хочется все больше. Хочется все больше знаний. Хочется все книг читать, больше слушать. Ум наполняется, наполняется. И уже некуда положить. Мы когда говорим о практике медитации, мы хотим развивать пустой ум, свободный от нашего знания, от накопившегося опыта. Пустой. Именно в пустом уме потенциал, сила ума не в мысли. а именно в пустоте. Когда ум пустой, он обладает самой большой энергией, способен увидеть. Это простой пример. Бывало возможно так у вас, что у вас какая-то проблема произошла. И вы думаете, как решить эту проблему. Весь день передумали. Продумали так сделать, так сделать, ничего не приходит в голову, все сложно, все не пришло разрешение. Вы легли спать, если могли уснуть, наутро проснулись и в сам первый момент пришло разрешение проблем. Было такое. Утро вечера мудренее. Почему так? Потому что ум пустой, ум свободный. И наутро мы посмотрели на нашу проблему, ситуацию и увидели, что может проблема даже исчезла. Может мы увидели, что разрешение такое очевидно на поверхности. Вчера никак не могли этого увидеть, потому что чрезмерное раздумывание. Мысли все усложняют. Пустой ум, невовлеченный. Наша вовлеченность, когда мы думаем о чем-то, когда мы смотрим на что-то, мы хотим увидеть реальность. Мы хотим увидеть это полезно или бесполезно. Это нам нужно или не нужно. Это реально или иллюзия. Тогда наша вовлеченность в это искажает то, на что мы смотрим. Простой пример. Как наша личная вовлеченность не позволяет нам увидеть реальность картины. Такой пример. Как мы воспринимаем время? Если, к примеру, вы пришли и вы ждете кого-то, как время воспринимается? Очень долго. Вы пришли и ждете, и ждете, и ждете, и думаете, что случилось, смотрите на часы, и там продумали всю жизнь, пришел не призам, смотрите, все, одна минута прошла. А как вы воспринимаете время, когда вы приятно его проводите? Когда вы наслаждаетесь? Оно очень быстро проходит. В зависимости от нашей вовлеченности. А ведь время одинаковое. Секунда одинаковая, минута всегда одинаковая. Наша личная вовлеченность искажает объект. Тоже во время медитации, во время ваших практик. Очень часто бывает так, если вы сидите, если вы практикуете, и вы чувствуете спокойствие, если вы чувствуете доброту, легкость, очень время быстро проходит, сосредоточиваться легко, тело не болит, а если внутри какие-то мысли одолевают, какие-то эмоции, и вы так сидите, у вас часы и так смотрите, а у вас какие-то медитации, визуализации, там все провизуализировали, все рассмотрели, все детали, смотрят, всего лишь две минуты, я уже думал, что-то еще дальше смотреть, дальше смотрите, все заново, все прошли, сначала до конца, еще три минуты всего, как-то, что дальше делать, бывает такое, непонятно куда деть время, поэтому мы хотим опустошать свой ум от нашей вовлеченности, образно говоря, когда мы внимаем, мы хотим беспристрастно, без суждений, без своего личного, не субъективно, а объективно, не сквозь призму своего опыта, своего знания, своего понимания, мы хотим отпускать я, мою идею, и тогда появляется наблюдение, есть сам процесс, есть наблюдение, а нет наблюдающего, есть практика, а нет практикующего, есть медитация, нет медитирующего, и когда мы так отпускаем, мы можем практикуя внимательность, осознанность, видеть еще глубже, мы можем видеть, какой природа является, можем видеть основные качества природы, характеристики, моменты, что все в природе не постоянно когда мы смотрим на что-то сквозь призму себя, нам кажется вещи постоянным, нам хочется, как часто мы вовлекаемся во что-то, потому что нам кажется постоянным, нас что-то злит, почему мы разозлились, потому что нам кажется, если я не вмешаюсь, то это будет постоянно, надо вовлечься, а если мы поймем, увидим, это не постоянно, можно просто наблюдая, сохранить спокойствие. Когда мы видим, что в жизни постоянно все приходит, все течет, все меняется и все уходит. Ничего нет статичного, ничего нет вечного, ничего нет стабильного, неизменного. А мы хотим, чтобы было все стабильнее. Как много людей страдают, потому что не видя, сердце не чувствует непостоянства. И ум понимает, что все приходит и уходит, все рождается и умирает. Но сердце говорит но не сегодня.